Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Напомню, на прошлой неделе по всей стране прокатились митинги КПРФ против ратификации протокола о вступлении в ВТО. Киров также присоединился к акции протеста. По итогам митинга на Театральной площади была принята резолюция, которая в дальнейшем направит высшему руководству страны. Коммунисты уверены, что вступление в ВТО поставит страну на грань социально-экономической катастрофы и спровоцирует социальный взрыв, поскольку многие предприятия не выдержат конкуренции и закроются. Программа «Экономика». В Кировской области средняя зарплата в мае составила 16 тысяч рублей. Как сообщает Кировстат, самая высокая средняя заработная плата в регионе у работников финансовой сферы – это 30 тысяч рублей. Госуправление и соцстрахование – 25 тысяч рублей, и также химической отрасли – 20 тысяч. Меньше всего получают швеи – чуть более 6 тысяч рублей, работники образования – 12 тысяч, и оптовые розничные торговли – 13 тысяч. В целом средняя зарплата составила 16 тысяч 200 рублей. Мебельный холдинг «Лотус» развалился на куски, сообщает газета «Бизнес-новости». 4 апреля этого года арбитражный суд признал предприятие «Русплетпром» банкротом, а это одно из производств группы компаний. Сейчас проводится процедура наблюдения. Именно это предприятие в свое время получило кредит на 150 миллионов рублей на развитие под государственную гарантию правительства Кировской области, которая подписалась в выплате до 30 мая 2011 года. Сейчас уже есть и желающие купить «Лотус» или его часть, пишут «Бизнес-новости». Это московские структуры, владеющие одним из предприятий региона. Но пока все находится на уровне предварительных договоренностей. Проблема с госгарантией, как пояснили в областном правительстве, тоже решена. Госгарантия была заложена в бюджете, поэтому долги предприятия погашены, в результате чего в областную собственность перешло здание на улице Народной 28, принадлежащее ранее «Лотусу», пояснил в газете глава департамента информационной работы Кировской области Борис Веснин. В числе других это здание будет использоваться для создания кластера детской индустрии. Курс валют подан на Центрального банка на 12 июля. Доллары сегодня стоят 32,83 рубля, европейская валюта – 40,26 рубля. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.